Сегодня рассказ будет про то, что такое наивное искусство. У нас раньше был другой термин. Когда-то говорили слово «примитивисты». Потом, видимо, те, которых так называли, обиделись и стало называться более изящно – «наивное искусство». Хотя иногда говорят «примитивисты». Есть такие особые совершенно страницы в этом деле, как искусство душевнобольных и искусство детей и искусство народов, которые, скажем, не слишком испорчены цивилизацией. Так вот, мы сегодня не говорим про искусство душевнобольных, мы не говорим, естественно, про искусство детей и мы не говорим про первобытные народы, то есть мы не говорим ни про австралийских аборигенов, не говорим про Пакуанова и Глинея и так далее. Хотя какими-то отдельными свойствами их искусство тоже можно назвать наивным, но все-таки это совершенно другая история. Это искусство, которое веками возникало в народных, так сказать, глубинах. А то, что называется искусство примитивизма или наивное искусство, это больше связано с личностью художника. Возникает это неожиданно, подобно тому, как вот если мы идем по лесу и видим какой-то странный нарост на дереве, мы говорим, это дерево, видимо, попало под какой-то космический луч, что-то с ним случилось. Никто не может объяснить, откуда это взялось, но вдруг, неожиданно, среди абсолютно одинаковых деревьев какой-то необычный. Вот так же и с наивными художниками. У них есть несколько черт, которые их объединяют. Во-первых, они до старости обычно сохраняют какую-то определенную детскость. В каком плане? У детей нету, когда дети рисуют, у них нету комплексов и нету боязни кому-то не понравиться. Вот если рисует, ну, или работает, лучше, так сказать, обычный художник, у обычного художника всегда есть ощущение, что кто-то стоит за его спиной, ну, не всегда, но почти всегда, да? И он представляет себе будущих зрителей, критиков там, да? И у него есть какая-то его собственная референтная группа. Те суждения, те люди или те критики, суждения которых ему, по крайней мере, ну, любопытны или даже очень сильно могут на него повлиять, да? У наивных художников ничего этого нет, этим они похожи на детей, да? То есть ребенок совершенно свободен и также свободен человек, который сохранил до старости, ну, какой-то детский взгляд на жизнь. Вот. Еще у них есть одно объединяющее их качество – это религиозность, склонность к мистике. И очень странное качество, но почему-то оно применимо почти ко всем. Они очень добрые. Я почти не знал, ну, вернее, я не могу сказать, что я всех там изучал, но, судя по тому, что я знаю, среди них очень мало людей, скажем, злых или каких-то, ну, как бывают художники, которые энергию зла используют в своем творчестве, да? Вот обычно таких нету, да? Они могут быть очень склонны к мистике, да? Но это не злая мистика, а какая-то добрая. Вот. Для того, чтобы не говорить все время вообще, я сразу скажу, что сегодня расскажу про замечательного французского художника Анри Руссо, которого еще называют «таможенник Руссо». Он жил во второй половине XIX века и закончил свою жизнь довольно рано. Прожил он, по-моему, ну, я могу путать, конечно, но у меня такое ощущение, что не очень долго, всего лет 60. Вот. Дожил он до импрессионистов и до модернистов, да? То есть начинал он тогда, когда были французские салоны, так называемые, он парижский художник, да? Закончил он свою творческую биографию тогда, когда уже был известен Пикассо, были известны французские сюрреалисты и так далее. Что нужно еще сказать про наивных художников, что их всех очень сильно объединяет, это то, что они до определенного времени широкой публике остаются неизвестными. У них нету такого поступательного движения от неизвестности к признанности, как бывает у обычных художников. Ну, у обычных художников тоже все складывается негладко. Мы знаем, что Ван Гог, там, Модельяне и многие другие великие художники получили признание уже после смерти, да? Но все-таки это скорее исключение. В основном хороших художников, больших художников знают все-таки при жизни, да? Могут не сильно много платить за их работы, там, могут их не признавать, какие-то круги определенные, но все-таки их знают. У наивных художников очень часто жизнь складывается таким образом, что они очень поздно начинают рисовать. Ну, я говорю слово «рисовать», хотя было бы, правильно сказать, заниматься изобразительным искусством. Вот. И узнают их иногда под конец жизни. И очень часто это случайно. Ну, художник, который заслуживает отдельной истории, это, конечно, Перасмани. Вот. Про Перасмани я сегодня не буду рассказывать, но Перасмани – это как раз яркий пример такого художника. Если бы в десятые годы XX века в Тифлисе, где работал Перасмани, не оказался знаменитый русский футурист Илья Зданевич, то никогда никто, наверное, Перасмани бы не узнал, потому что трактирщики, на которых он работал, и простые люди, которым он пытался дарить свои картины, иногда за бутылку вина, вот, иногда за маленькую какую-то закуску, потому что это вечно был голодный. Я думаю, что это все где-нибудь исчезло, сгорело бы, и до нас, может быть, дошли бы какие-нибудь жалкие две-три работы. А Зданевич открыл Перасмани и сделал так, что мы знаем почти все, что можно было сохранить на тот момент. Хотя очень мало знаем про него самого. Вот это пример того, что эти художники становятся известными, если их кто-нибудь находит, конечно, да, обычно в конце жизни, и сами они не осознают того, что они большие художники очень часто, потому что их картинки иногда продаются на каких-нибудь маленьких ярмарках, на базарах среди абсолютно таких же, но не таких талантливых и бессмысленных произведений, которыми украшают свои дома, ну, скажем, деревенские там жители или городские низы, да. Мы все видели рано или поздно каких-нибудь лебедей там, которые плавают в пруду там на ковриках или там изображенных массовой краской. Мы видели кучу там матрешек, которые у нас там на развалах там нелепо нарисованных там. Мы видели каких-то там еще какие-то фигурки там глиняные там, да, дурацкие корзинки всякие. Вот среди всего этого можно найти шедевр, да. Но для того, чтобы найти шедевр, нужны, конечно, особые как-то навыки, да. И вот благодаря тому, что все-таки есть люди, которые их находят, мы знаем, ну, уже, наверное, десятки, сотни таких необыкновенных художников. И эти художники выставлены иногда в лучших музеях мира. Ну, вот как таможенник Руссов. Таможенник, он был по профессии. Вот. В конце концов, это была профессия, которая никаких художественных качеств от него не требовала. Еще я хочу сказать очень забавную деталь. Никогда нас, как правило, не интересуют так называемые наивные художники, если они музыканты, если они литераторы. Потому что в этих видах искусства, да, требуются совершенно другие качества. Ну, если какая-нибудь бабушка на старости лет, выйдя на пенсию, стала играть на гармошке, да, и мучает своих соседей, то навряд ли когда-нибудь мы услышим концерт на произведении этой бабушки филармонии, да. Она так и окажется такой, ну, знаменитой, может быть, печально известной в своей, там, коммунальной квартире или среди своих подружек, да. Если какой-нибудь литератор, неожиданно, там, не знаю, пенсионер, там, какой-нибудь полковник в отставке, там, да, начинает писать пьесы, да, то, ну, у него всегда есть шансы, там, измучить своими пьесами какого-нибудь зафлита, там, да, или, там, каких-то близких родственников, да, которым он эти пьесы читает. Но, как правило, как правило, так называемые графоманы, да, они не выскакивают за рамки своих собственных таких, ну, маленьких сообществ, да. Я сам был жертвой иногда некоторых графоманов, там, да, когда приходишь в гости, говорят, а мы тебе сейчас пьесу прочитаем. Ну, вы сами представляете, что выглядит это, и, так сказать, терпеть это страшно, да, это безумие чаще всего, да. Бывают добрые люди, хорошие, но, как сказал Кушкин про одного графомана, которого он прославил, потому что, иначе бы нам вряд ли мы его помнили, в поэме «Медный всадник» написано про его современника. Граф Хвостов, поэт, любимый небесами, уж пел бессмертными стихами несчастья Невских берегов. Это был человек, которого только насильно можно было заставить кого-нибудь читать его стихи, да. Наверняка они сохранились, а поскольку он был граф, то, видимо, он имел возможность их печатать, но это типичный такой случай графомана. Так вот, я хочу сказать, что у художников как-то по-другому все складывается, да, потому что это искусство пространственное, а не временное, да, измучить этим невозможно. Ты идешь по рынку, если тебе не нравятся эти лебеди, ты их не покупаешь, да, и ты, так сказать, не становишься жертвой этого искусства, да. А шедевры возникают периодически, но не очень часто. Вот про таможенника Руссо можно сказать, что он соединил в себе все качества наивного художника, но при этом стал очень широко известен благодаря тому, что родился в правильное время, да. Вот когда с реалистическим искусством все стало не так понятно, в 70-е, 80-е, 90-е годы XIX века начали появляться художники, которые работали по-другому, начали появляться сначала импрессионисты, а потом модернисты, да, то они стали обращать внимание на наивное искусство. Не только наивное искусство их современников, но на то, что происходило, например, веками в африканском искусстве, в искусстве аборигенов, в искусстве Папуа-Новой Гвинеи и так далее. И вы знаете, что многие художники Пикассо и, ну, скажем так, Брактон и так далее, они во многом были инспирированы искусством народов, населявших океанию, Австралию, Африку, да. Но они также обращали внимание на то, что вокруг них происходит. Вот Пикассо однажды, зайдя в гости какому-то антиквару, видит картины, ну, как там, рамы, которые спрятаны одна за другую, потому что места в этих лавочках всегда не хватает. И вот он видит торчащий из-за какой-то другой картины портрет. И говорит антиквару, а вот это покажи поближе. Тот вытаскивает с трудом портрет женщины. Выясняется потом, не скоро, не сразу, что это жена художника. Но Пикассо видит просто портрет незнакомки. И говорит антиквару, а ты за сколько продашь? Он говорит, ну, за пять франков бери, слишком давно тут пылится уже. Пикассо забирает этот портрет, который потом путешествует с ним всю жизнь, он его очень любит. И портретом дело не ограничивается, потому что и Пикассо, и вся компания модернистов, там, вангардистов, сюрреалистов, как хотите, скоро узнает, кто это. Оказывается, что существует такой человек, который работает таможенником, а в свободное время пишет картины маслом. Его называют Папаша Руссо. Папаша Руссо знаменит тем, что всегда хвастается и сочиняет всякую небывальщину. Чтобы оправдать сюжеты своих картин, он, например, придумывает, что совершил путешествие по Мексике, где он никогда не был, потому что он никогда не уезжал из Парижа. Еще у него есть прекрасная возлюбленная, но он не может с ней познакомить долго, всех, так сказать, интригует ее польским именем. Ее зовут Едвига. И никто никогда ее не видит. Но помните, как у Перасмани тоже была прекрасная незнакомка, которая в цирке работала, циркачкой. Вот у Папаши Руссо была Едвига. И эта Едвига, значит, является ему в видениях, и он хочет посвятить ей свои картины и свою жизнь художника. Вот Едвигу он изображает в картине. Называется она «Сон». В этой картине вы видите красавицу, которая возлежит в джунглях. Но если вы посмотрите внимательно, то возлежит она на диване, потому что он не мог в свою возлюбленную, ну, как-то такое неудобное место, где много там неприятных растений, колючих каких-то поместить в некомфортной обстановке. Поэтому он перенес ее туда вместе с большим диваном. И, значит, она прекрасно там устроена. И, в общем, ей там очень хорошо. Но самое главное, что и нам хорошо, потому что он замечательный колорист. Анри Руссо хвастался, что у него есть какие-то десятки оттенков зеленого. Зеленый цвет художники классики вообще не очень любят. Они его всегда смешивают из разных других цветов. И некоторые художники вообще зеленым не пользуются. А Руссо вовсю не пользуется. Еще хвастается тем, что он знает десятки оттенков. И, как все художники наивные, почти все, он очень аккуратный. У них, у многих, почти у всех, есть такой способ изображения. Они все перечисляют. Они не могут остановиться. Если они научились рисовать какую-нибудь веточку, аккуратно очень, то эту веточку они сто раз дуют. Потому что им нравится сам факт того, что они умеют это делать. И на всех картинах таможенника Руссо, где он изображает джунгли, мы увидим вот эти необыкновенные цветы, прекрасные растения, конечно, не имеющие никакого отношения к реальности. Потому что, может быть, где-то похоже и существует, но никогда они не растут вместе. И всегда очень мистический смысл этих картин, потому что это не просто пейзажи, а это пейзажи, в которых или прячутся фигуры животных, или людей, или кто-то кого-то преследует, или кто-то кого-то убивает. Тигры нападают там на антилопы и так далее, но обязательно там происходит какое-то странное событие в этих картинках. Почти никогда не бывает пейзаж ради пейзажа. Дальше обратите внимание на то, что он, естественно, став популярным среди компаний поэтов и художников, начинает писать больше портретов. И одна из картин, на которую хочу обратить внимание, называется, ну, в некоторых редакциях, поэт и его муза, а в каких-то редакциях называется как-то по-другому, муза Аполлинера. Ну, видите, да? Поэт и его муза, две фигуры, мужская и женская. Аполлинер в это время был влюблен в Мари Лоренсен. Я, честно говоря, не успел посмотреть на ее изображение, но читал, что она была изящная и очень францужная. Когда Аполлинер увидал это изображение, где был он, ну, узнаваем, да, а девушка, ну, мягко говоря, не очень, да, он очень расстроился, потому что он очень любил папашу Руссо, но вынужден был отказаться от этой картины. А у папаши Руссо, естественно, была еще необходимая заработка, да, кроме супруга, да? Поэтому он с большой радостью начал картину продавать, когда они стали стоить уже не пять францов. Но все-таки Аполлинер отказался, потому что сказал, что вообще-то у меня муза изящная, вот, а это кто? Ну, ему художник пытался объяснить, что у большого поэта должна быть большая муза, но как-то Аполлинер это не убедила, и эта картина, поэтому оказалась в собрании русского коллекционера Шукина, и потом, тут я путаю, потому что я периодически вижу картины в разных местах, я сейчас забываю, то ли она в Эрмитаже, то ли она в музее Пушкина в Москве. Ну, это легко проверить, где она находится. Она в каком-то из наших собраний. Вот. С папашей Руссо происходили всякие невероятные события. Он писал очень много картин. Эти картины сейчас есть в музее Дарсе, они есть в Эрмитаже, они есть в русском музее, они есть в очень хорошее собрание. Стоят они очень дорого. Я не уверен, что при его жизни они успели уже стоить столько, но, по крайней мере, мы все видим, что он стал действительно очень большим художником. И не последнюю роль в этом сыграло то, что он умел передать какое-то очень тревожное, мистическое настроение. Вот чувство тревоги, у некоторых наивных художников это отсутствует, они очень радостные, а у него очень тревога, тревога большая. Например, картина «Спящая цыганка». Это «Цыганка», к которой подходит лев во сне. Я всегда думал, что это не «Цыганка», а «Мавританка» какая-то, по цвету кожи. Но почему так называют? Не знаю. Может быть, и «Цыганка». Но вы видите, во-первых, удивительный колорит в этой картине, во-вторых, удивительное какое-то композиционное напряжение, и цвет очень напряженный, и какой-то силуэт очень активный, и полнолуние, которое говорит всегда о том, в полнолунии ведь происходят самые невероятные вещи. И вот это вот ощущение какого-то такого, но возвышенного и странного события. Мы находимся, видимо, в каком-то таком выжидании чего-то странного. И мы не понимаем, то ли снится этот сон «Цыганке», то ли на самом деле это происходит. Вот эта вот мистика, которая во всем, в колорите, в композиции, она очень свойственна картинам Руссо. Этим он совершенно необыкновенный. У него были в жизни, как я говорю, некоторые события, потому что однажды он, ну, как у нас теперь говорят, оказался замешан в какую-то коррупционную сделку. Его подставил какой-то его сотрудник, и его судили за то, что он ну, непорядок у этого таможенника был с бумагами, чью пользу, я уже не понимаю, подозреваю, что его просто подставили. Но суд превратился в его триумф, потому что, когда от него потребовали свидетельские показания, объяснений, там, и прочее, да, он таким образом стал рассказывать суд дела, да, что судья, присяжные и вся компания, которая была в зале в это время, они не могли удержаться от хохота, и весь суд сопровождался таким хохотом, что его оправдали, да. Ну, повторяю, это был такой, ну, ребенок и действительно очень наивный человек, и он не притворялся, да. Закончилось это его триумфом, потому что в последней своей речи он предложил судье изобразить всех его родственников на портрет и сказал, что он готов судью и всех присутствующих одарить своему картину. То есть суд этот был для него как бы со знаком плюс в результате, а не со знаком минус. Но когда он умер, события приобретали уже более грустный характер, потому что был замечательный художник такой, Роберт Де Ванне, абстракционист и, может быть, символист отчасти, вот, который очень ценил папашу Руссо и, узнав о его смерти, помчался к нему домой, к его наследникам, но на один день опоздал, потому что его дочка после его смерти открыла папки с его рисунками, обнаружила там кучу эротических картинок, вот, поняла, наконец, что мало того, что папаша всю жизнь был посмешищем, да, так он может еще прославиться тем, что он вообще развратник, да, и дочка уничтожила все. Вот все, что попало ей в руки, было уничтожено. Хорошо, что до этого большие картины уже были куплены и вынесены из дома, и были там уже какие-то собрания, потому что все-таки сохранилось 100 картин Руссо примерно, вот, но, если бы не дочка, то наследие было бы большое, и было бы очень много рисунков, набросков и так далее, да. У меня был такой друг, покойный художник, очень хороший, он такой был экспрессионист и художник большого такого класса, вот, его звали Михаил Игнешман, вот, его картины попали в руки не его прямым наследникам, которые в Америке находятся, а его племяннику, да. Вот племянник не уничтожил картины, но сделал все для того, чтобы эти картины не были известны широкой общественности. Вот, где они сейчас находятся, я не знаю, но вот художникам мало хорошим там родиться, надо еще, чтобы кто-то из твоих близких был, по крайней мере, нормальным человеком, вот, потому что, когда все это остается, непонятно где, то судьбы бывают страшные, у наследия. для того, чтобы переключиться, обязательно нужно рассказать про кого-нибудь из наших художников, потому что в России существуют уже и большие, и маленькие собрания, и музеи даже в Москве, в котором все это можно посмотреть, иногда бывают выставки очень интересные, этих художников десятки, их начали собирать в основном во вторую половину XX века, и просто как пример, не потому, что эта художница лучше, чем другие, но очень характерный случай, замечательная художница баба Люба, которую звали Любовь Майкова, и прожила она сто лет. Она родилась в 1899 году и умерла в 1998 году. Ей немножко до ста лет не хватило. Надо открыть сайт и посмотреть на нее, и, так сказать, по вертикали пролистать какое-то количество ее картинок, среди этих картинок, среди этих изображений есть два изображения. Одно из них я прочитаю, так что вы текст не читайте, который ее рукой написан, я его прочитаю, я его просто расшифровал, да? А второе изображение немного ниже, это ее фотография, когда она была еще сравнительно молодой, не была художницей, и на ее фотографию приколот портрет ее мужа, который, видимо, погиб на войне. Даже не прикол, вот он пришит ниткой, видимо, у нее не было в тот момент в доме, и она ниткой пришила то, что от мужа осталось. Вот баба Люба, она всю жизнь работала то уборщицей, то курьером, то почтальоном, вот, и, естественно, огородик у нее был там, и все, что полагается, она выращивала натуральное хозяйство, иначе не выжить было в те годы. Жила она рядом с городом Кимры. Это малюсенький город, недалеко от Москвы, но жила она не в самом городе, а в деревеньке, вот, и поселилась она там, видимо, не сразу, а то ли во время войны, скорее всего, во время войны, судя по ее маленькой автобиографии, вот, но дальше она жила там уже всю жизнь. Начала рисовать, она очень поздно, в 76 лет, когда ее спросили, ну, потом ее, как всех таких художников, должен был возникнуть человек, который ее открыл. Действительно, ее открыл один москвич, и когда она стала более-менее известна, ее стали спрашивать, баба Люба, что у вас до 76 лет, что не было, ну, каких-то наклонностей, там, потребностей, там, рисовать, или еще что-нибудь делать. Почему так поздно? Она очень просто отвечала, она говорила, так до этого я все по хозяйству хлопотала, слишком много всего работы было, и как-то не до этого. Вот. А потом, говорит, ноги стали уже плохо у меня как-то сгибаться, и как-то стало больше сидеть дома, и что-то случайно такое у нее это вышло. Она сначала рисовала чем-то вроде гуаши, видимо, был какой-то детский набор у нее в доме, вот, а потом, когда москвич ее заметил, и стал к ней приезжать, она стала осваивать масляную живопись, и в этом очень преуспела. Вот. Она очень много успела сделать за оставшиеся 20 с небольшим лет, правда, последние годы уже слегла, совсем умерла в доме престарелых, и, видимо, последние годы совсем уже ближе к 100, наверное, мало что осталось от ее картинок, да. Вот. Они датированы в основном, я думаю, что с 70-ми, 80-ми, вот так вот. Вот. Она очень добрая, и это видно, и очень мистически настроенная, и очень религиозная. Это видно, потому что часто рисуют церкви, часто у нее ангелы, часто у нее паломники какие-то прогуливаются по всем этим пейзажам. Вот. И необыкновенный колорит, очень изящный, и очень какой-то такой изысканный. Вот. Чем отличается просто от рыночной такой картинки, да. Конечно, есть и открытые цвета, вот, и розовые, и голубые, но все вместе всегда производит какое-то очень славное какое-то впечатление, какой-то гармонии какой-то, да. Вот. Написала она про себя автобиографию, видимо, для того, чтобы получить характеристику. И односельчане ставили подписи, скорее всего, направлено это было председателю сельсовета, чтобы, ну, он ей чем-то помог, дрова там какие-нибудь завез, когда она стала уже не в силу дрова колоть, или еще что-нибудь в этом роде. Я гражданка, Майкова, Любовь Михайловна, беженка, проживаю в деревне Селище с 42-го года. Так я приехала и имела двух детей, семи лет и одного года, два сына. Приехала из мешка рубашка, почти на гаер, и дети голодные. И что я, Майкова, проживший 35 лет, видимо, в этой деревне, если за мной какие-то плохие замечания семейного разврата, кражи, пьяную или выпившую, кто видел, или на каких гулянках, кроме где покойник, я всегда в помощи, все ко мне идут и домовничают, прошу соседей, чтобы дали руки подпись. Вот. То есть, святой человек, наверное, она не притворяется, это видно по ее фотографиям. Вот. Она, как и многие, выставлена в очень каких-то маленьких музеях сейчас. Я не очень понимаю, кому принадлежит большая часть ее наследства, но какой-то человек составил этот сад. И, может быть, это именно тот, которому удалось с ней последние годы встречаться, и у кого находится, может быть, какая-то довольно большая часть ее работы. Вот. Таких художниц много, и художников, конечно, тоже, но когда-нибудь надо посмотреть, открыть американскую художницу, которую зовут бабушка Мозес. У нее совершенно другая жизнь. Она фермерша американская, из какой-то тоже очень набожной семьи. Вот. Но это предмет отдельного разговора. И, конечно, про каждую из этих художниц или про каждого из этих художников можно рассказывать отдельно. Вот. Но, повторяю, что есть что-то общее, что их объединяет. Вот. Если есть вопросы, 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 Но они все примитивисты, как бы, да? Ну, вот, дело в том, что есть еще одна вещь, про которую я хотел сказать. Есть так называемые примитивисты, а есть примитивисты, да? Почему так называемые? Есть художники городские, которые выросли в городе, получили художественное образование, а потом присвоили себе такой манерку, да? Есть получше, есть похуже. Есть такой очень известный художник сейчас, которого зовут Любаров. Он действительно сейчас живет большую часть времени в деревне, он москвич, по-моему, вот, и он рисует такие довольно гладкие картинки, ну, в стиле наивных художников или в стиле такого русского лука, они с подписями обычно. Кстати, подписи это очень характерная вещь для этих наивных художников. Это еще началось с того, что был Лубок, да? А Лубок это всегда не просто картинка, а подписная картинка со стишком, с каким-то сюжетом, с дидактикой. А еще выраженные художники. Вот Любаров и еще несколько художников очень известны. Они с моей точки зрения не такие интересные, потому что одно дело подлинное народное сознание, другое дело, когда человек присваивает себе такую манеру и что называется он ну как говорят косит под это. Вот когда человек делает это с городским сознанием, это все равно видно. Вот. Это все равно видно и это немножко такая как бы ну игра, да? И понятно, что его картины продаются, что у них есть свои там поклонники, что у него выставок много. И художник он неплохой, да, я не могу ничего плохого про него сказать, но у меня такое ощущение, что это какой-то неправильный путь. И, конечно, для меня он проигрывает по сравнению с настоящими наивными художниками. Но уже не говоря про такие вершины, которые есть в этом искусстве, как Пикассо, ой, Господи, как Перасмани, как таможенник Руссо, вот. Это совсем, это абсолютные вершины, да, и таких еще несколько, да. Ну уж даже по сравнению со средними художниками, с обычными, конечно, городской художник проигрывает. Что-то заставляет меня видеть, что это городское искусство, которое просто налажено под примитив. А как они определяют действительно вот это достойная живопись или это просто а это так же как с обычными художниками. Если у нас художников много, а в музеях висят ну там скажем десятки из тысяч, да, то какой-то момент субъективизма уже в этом есть, кто-то начинает заниматься искусством этого художника, кого-то пропускают, кого-то заслуженно обходят вниманием, кого-то незаслуженно. Точно так же судьбу складываются и у этих художников. Только их труднее заметить, потому что очень часто эти картинки гибнут где-то в каких-то полусожженных домах там их находят. Но есть художники неизвестные, они тоже попадают иногда в какие-то музеи или частные собрания, но картинки-то часто не подписаны. Примитивизм это девятнадцатый век, да, он появился в девятнадцатом? Не, не появился. Это такого рода искусство было всегда, но обращать на это внимание и собирать это стали, конечно, в конце девятнадцатого, начале двадцатого века, потому что раньше считалось, что это недостойно внимания, что это какая-то ерунда, которую там, не знаю, тупые какие-то там, крестьяне или обыватели там, молюют, и скорее всего, что родственники все это выбрасывают после их смерти. Каково?